Ночью враг нанес удар по Украине, применив ракеты и дроны типа «Шахет». Украинским защитникам удалось сбить пять ракет и 27 ударных дронов. Об этом сообщил командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины Николай Олещук. По предварительным данным, вражеские беспилотники были запущены в сторону Киева с юга, пролетели через Николаевскую, Кировоградскую, Днепропетровскую, Полтавскую, Черниговскую области и пытались атаковать столицу с северо-восточного направления. В следствии атаки армии России повреждены объекты энергетической инфраструктуры в четырех областях. Об этом сообщили в Украинерго. В Венецкой области в результате российской атаки повреждение получил объект критической инфраструктуры. Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Сергей Борзов. Обошлось без пострадавших. На месте проводятся все необходимые мероприятия для ликвидации последствий. Еще взрыв прозвучал в Запорожской области. Кроме того, два взрыва были слышны в Днепре. Подробности этих атак уточняются. Вчера вечером российская армия также нанесла авиаудары по Харькову. В результате обстрела в области погиб местный житель. Еще шестеро людей пострадали. Из авиации, артиллерии и беспилотников россияне бьют по населенным пунктам Запорожской области. Каждый день под постоянными обстрелами прифронтовой город Орехов и село Приморское. За почти два с половиной года полномасштабной войны противник повредил там практически все здания. Однако немногие из остающихся местных продолжают ухаживать за своими огородами и заниматься хозяйством. О жизни в нескольких километрах от линии фронта смотрите далее. Там тоже помидоры. Эта грядка на помидоры оставлена. Но что-то они расти не хотят. Там сладкий перчик. На грядках у Любови чего только нет. Овощи, ягоды и повсюду цветы. И все это хозяйка выращивает под звуки взрывов при фронтовом Орехове. С начала большой войны враг ежедневно бьет по городу. Я лук сажала, только вон шелковица стоит. Я за ней пряталась, когда осколки летели. Как раз обстрел был. И нам попало всем. На три дома одного снаряда хватило. У соседки растет высокий орех. Снаряд залетел туда и застрял сверху. Дом, где проживает женщина, тоже поврежден обстрелами. Стены посечены и ни одно окно не уцелело. Да и кровля уже еле держится. Ее вот так подняло по дымоходу, а потом по нему и спустило. Только немного перекосило. Короче, она у меня лежит. Если опять поднимется, то может взлетит. В Орехове уже давно не осталось уцелевших домов. Ни частных, ни многоэтажных. Повреждены и коммуникации. Люди говорят, что город меняется буквально на глазах. И каждый день добавляются новые руины. Сейчас в Орехове живут около полутысячи человек. От обстрелов прячутся в подвалах или в собственных домах между двумя стенами. Поддерживают местных жителей, волонтеры и спасатели. Привозят продукты и необходимые вещи. У меня пенсионеры есть на улице, которые сами не дойдут. За 80-м старички, пара, имберу. Квартальный у нас уехал. Я как-то с самого начала взяла на себя обязанности. Гуманитарку получаю, развожу по домам. За гуманитарной помощью люди ездят на велосипедах. Говорят, так быстрее, да и пешком передвигаться опасно. Жители Орехова уверяют, что несмотря на ежедневные обстрелы и многочисленные разрушения, город не сломить. Когда вражеская канонада стихает, люди и грядки упорядочивают, и во дворах работают. У себя во дворе находят обломки российского дрона и жительницы села Приморское. Эта вражеская птичка прилетела недавно и натворила немало бед. Больше всего пострадал брат женщины Владимир. Во время взрыва мужчина как раз был на улице. Меня повалило осколками, как муху. В ушах звенит. Я кричу, Люба, не пойму, что такое. Пыль здесь. И вот в ногу ранило. Или стекло, или что. Взрывом повредило жилье и пристройки во дворе. Побито все. Упал коридор и полностью разрушил крышу. Здесь не было крыши. Вырвало все двери в доме. Тут и вот здесь нет двери. Везде вырвало. Это уже шифер. Вот немного люди дали. Там прикрыли. Удар был такой силы, что даже колодец подскочил. Теперь и его нужно ремонтировать, жалуется Любовь. Впрочем, несмотря на опасность, уезжать из села женщина не собирается. Не может бросить коров, марту и березку. В родном селе остается и Людмила. Ее дом тоже побит вражескими снарядами. В спальне теперь вместо стены дыра. Сама хозяйка в то утро чудом не пострадала. Я всегда думала, что у нас хороший, добротный дом. Я думала, что никогда он не разрушится, потому что бетонные стены, и шлакоблок, и кирпич. От российских снарядов и дронов жители прифронтовых населенных пунктов пытаются спрятаться в домах между двумя стенами или в самодельных укрытиях из собственных подвалов и погребов. Фиксировать последствия обстрелов после каждого удара выезжают полицейские. Говорят, по Запорожской области россияне бьют постоянно. Иногда работает танк, который, по моему мнению, самое страшное оружие, потому что практически не слышно выхода. И через секунду-две сразу уже приход. Бывает, россияне бьют в течение нескольких часов в хаотическом порядке. Поэтому люди выходят из укрытий и потом уже сообщают оператору 102. Полицейские уговаривают жителей приграничных районов области уезжать и помогают с эвакуацией. Субтитры создавал DimaTorzok